Нам сообщили, что в этот водоем утонула ламборгини. Оператор! Я похуй утянул ламбу! Да! Черт возьми, оператор! Это ламборгини! Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. В моих руках огромный поисковый магнит. А это означает что? Что у нас начинается магнитная рыбалка. Однако, это местечко неплохое. Позади оператора, позади камеры находится деревня, в которой живет наш подписчик. Вот его комментарий, который он написал. И если верить словам этого подписчика, то совсем недавно, буквально дня 3-4 назад на это самое место, приехал мажор. Ну, типа, уехал из деревни, уехал там в Москву, поднялся. И чтобы похвастаться перед своими, он вернулся сюда на ламборгини. И, естественно, вел он себя очень неадекватно, выпендривался некрасиво. Ну, а что деревенские? Они хряпнули чутка, немножко позлились на него. Ну, и взяли трактор. Вы можете увидеть тракторные эти самые следы от колес. Цепанули ламборгини, раздербанили ее. И ламборгини оказалась в этом водоеме, если верить словам подписчика. Сейчас наша задача заключается в том, чтобы с помощью поискового магнита постараться вытащить либо ее целиком, либо, возможно, какие-то детали этой самой ламборгини. Вот. Я на самом деле целиком полностью подписчику верю, потому что история, ну, правдоподобная. Ее такую не выдумаешь. Господи, что я вытянул. Вы посмотрите только на это. Это же... Я, как бы, мне казалось, что я что-то тянул, а это, возможно, просто три тонны водорослей. Да! Так оно и есть, черт возьми. Да! Интересной будет магнитной рыбалкой. Сейчас понадобится только на то, чтобы расчистить. Да уж, это точно. Так. Ну, все-таки мне кажется... Вот, да, там что-то есть. Слушай, я прям чувствовал, что я что-то цеплял. Нет, у тебя здесь плита, и ты прям вот здесь можешь ее цеплять, эту находку. Мне кажется, вот на которой ты стоишь. Да, ты прав, ты прав, ты прав. Ну, нет, я чувствовал, что я что-то тянул, что что-то тянул намного тяжелее, чем водоросли. Вот прям вот здесь вот у меня эта находка. Там стопудово она лежит. Вот. Прям вот, прям вот я уверен, что что-то я вот... Вот, да. Да, видимо, заплету. Вот плита. Да. И вот, вот она находка. Вот она. Во! Говорю же, говорю же, что-то я тянул. Вот она в водорослях. Вот. О-о-о-о! Ха-ха! Вау! Офигеть! Да ну! Ребята, вы хотя бы представляете себе, что это такое? Это сдвоенный твин-турбо выхлоп со спиральным изгибом экзоста, то есть выхлопной системы. Видите, эта штука гнется специально для того, чтобы резонировать вот так вот. Вот сейчас мой монтажер вставит вам звук ламборгини. Вот. Именно так позволяет резонировать вот этот вот выхлоп. Это выхлоп от ламборгини. Это в этом я почти на 100% уверен. А ты оператор? Ну да, очень похоже на это. Да, а что еще? Хорошо. Так, давай дальше ехать. Давай будем двигаться дальше. Только вот эти водоросли, это просто ужас. Ну, типа... Короче, я почему поспешил сюда? Потому что мне сказали, что мажор сам сейчас приедет и заберет свою ламбу. Но я решил подписчикам показать такой уникальный контент. Поэтому вот поторопился. Слушай, ты как думаешь, из этих водорослей можно суп сделать? Ну да. Ах, че нет. Вот так вот в сторону уберу. Оператор был прав. Понадобится не один час, чтобы это все очистить. Ну, я кину туда же примерно. Куда-то сюда. Потому что там у меня был хороший зацеп. И вот у меня снова. Да, такой неплохой у меня. Да-да-да-да-да. Вон, пузыри идут. Значит, я что-то тяну помимо водорослей. Сто пудов. Да, я прям чувствую, что находка трется об днище. Сейчас это надо аккуратно сюда, как говорится, дотянуть. Так. И не уронить это у этой плиты. Тебе там снова надо поднимать как-то перпендикулярно. Как-то да. Надо понять, где начинается плита. И где-то уже вот здесь вот вытягивать, в принципе. Я думаю. Черт. Не, походу сорвалось. Походу сорвалось. Но я опять же говорю, что я чувствовал. Где-то вот она здесь уже. Потому что там я ее цепанул. И где-то тут я ее, получается, уже потерял. Вот она. А, прямо у плиты. Надо каждый раз теперь еще исчезать водоросли. Но я прям, прям говорю-то, что где-то тут я прям... Опа. Гвоздик. Опа. И монета. Гвоздик. И рубель. Вряд ли это принадлежало... Вот черт. Вряд ли это принадлежало мажору. Потому что что такое рубль для мажора, да? Или вот она, слушай. Да, вот она. Вот находка. Сейчас. Ё-моё. Ты живой? Ну, как бы, да. Тут, короче, андатроводится. Сейчас осень. Вода не то чтобы теплая, я вам так скажу. Холодно, да, очень. А напишите в комментариях, какой у вас любимый сезон. Любимое время года. Я вот осень ненавижу. Опа, смотри. А, вот он что. Ну, ё-моё, место тут такое. Что за жесть вообще? Вот она находка. Вот она. Стопудово вот она здесь уже. Сейчас ее цепанем. Так. Где-то здесь, короче, она лежит. Я прям, я прям ее чувствовал. Вот только она сорвалась. Холодно, между прочим. Мне нужны скрендные носки. Пауза. Все, починился я. Короче, ладно, черт с той находкой. И потом ее, возможно, зацепим. Закину еще раз туда же магнит. А то эти... Я тут подчистил немножко пока за кадром, потому что невозможно было. Опа. Что-то зацепил. Что-то тянул, слышишь? Что-то прям, прям, да. Видишь, слышишь. А я это чувствую. Опа-на. Опа-на. Так, тихо, куда пошла? Стоять. Ну, это вряд ли от Lamborghini. Подожди, стоп, что это? Это что, значок Lamborghini? Знаешь, где такой значок находится? На капоте автомобиля. Да, на капоте автомобиля. Вот, мой монтажер ставит картинку, как она выглядит. Эта деталь. Только она сгнила, видимо. Слушай, походу, это озеро какое-то радиоактивное. Так быстро Lamborghini сгнила. Смотри, видишь, это металл, да? Это металл. А это пластик, поэтому он не сгнил. Но это стопудово значок Lamborghini. Черт возьми. Стопудово. Да, подписчик не обманул. Прикинь, сколько такая деталь стоит может. Капот на Lamborghini. Сколько? Только если значок взять. Ну, даже значок. Ты знаешь, сколько Lamborghini стоит? Сколько? 20 миллионов рублей. Жесть. Вообще. Это просто жесть. Так что здесь значок тупо на 1100, наверное. Так. Вот. Это все лишнее. Слушай, круто. Мощно. Давай-ка я снова сюда. Так мы сейчас все вытянем и соберем. Давай, натуре, по запчастям ее продадим. Сколько за выхлоп нам выдадут? Сколько за это? Сколько за то, за третье, десятое? Сейчас еще чуть-нибудь потянем. Офигеть. Короче, подписчики, спасибо за ваши комментарии. Мы все комментарии читаем. Пишите еще интересные идеи для видео. Опа. Что-то, что-то идет. Что-то идет. Да-да-да, я тупанулся опять за эту плиту. Опа-на. Вот она. На магнит намотана. Опа. Смотри. Смотри, здесь две находки, походу. Да. С двух сторон у магнита. Офигеть. Это что, номерной знак? Номерной знак от Lamborghini? Возможно такое? Там же у них как раз нестандартный. Там же, типа, есть, монтажер ставит. Вот у нас в России такие номера, а вот в Европе и в Японии вот такие квадратные. Вот такие вот. Возможно, это, ну, вот некоторые в России делают, выпендриваются так. Ну, а это... По свету подходит? Да. Ну, вот это вот деталь подвески просто. Это деталь подвески в Lamborghini. Там она же жесткая, сам понимаешь, гоночная. Фиг согнешь. Это реально подвеска у Lamborghini пружинная. Потому что гоночные машины, они до сих пор используют пружины, а не пневмы. Так что это стопудово все детали Lamborghini. Вообще круто. Хорошо, чтобы быстрее деревенских начали вытаскивать тачку отсюда. Так у них откуда магнит такой? Да, такой магнит-то фиг достанешь. Они дорогие, капец. Вот. Конечно, можно дешевым. У нас есть челлендж очень веселый с Вадим Шлаком. Вот в этом видеоролике против дорогого моего магнита вышел Вадим Шлак со своим дешевым магнитом. Если вам эта идея понравилась, можем повторить. Напишите в комментариях, если хотите еще такой челлендж. Не совсем понятно, то ли цепанул, то ли нет. Потому что... Потому что водоросли. И, как я говорю, оператор правильно отметил. Все может отваливаться вот прямо здесь. Где-то вот в этих водорослях. Надо еще и дополнительно обыскивать, потом смотреть. Чисто. Ну, надо потом те водоросли посмотреть. Вдруг там еще... Опять находок уже лежит. Какие-то находки еще стопудово. Магнитом или еще как-нибудь проходиться. Опа. Есть, есть, есть. Что-то цепанул. Блин, сорвалась. Но что-то я тебе, как говорю, однозначно я цепанул. Цепанул. Или не сорвалась. Опа. Смотри-ка, что-то есть. Я, походу, что-то оторвал от Lamborghini. Смотри. Офигеть. Знаешь, что это такое? Нет. Ну, короче, это деталь. Она крепится к маховику двигателя. Или, ну, короче, сюда ГРМ там или цепь наматывается. Короче, это деталь двигателя. И она позволяет Lamborghini передвигаться с максимальной скоростью 80 метров в секунду. Представляешь себе? 80 метров в секунду. Это типа секунда прошла, он уже проехал 100 метров почти. Вум. Вот так. Вум. Это получается разгон до сотки всего полторы секунды? Или нет? Там же в километрах измеряется. Короче. 80 метров в секунду, это сколько километров в час? Вот монтажер, короче, сейчас посчитает. Нет. Ты можешь не говорить, мой монтажер, мой монтажер. Я как-то вот здесь нахожусь. Вот. Чего ты тут выпендриваешься? Вот. Я могу так показывать. 288 километров в час, ребята, вы представляете себе? Это очень много. Самолеты на такой высоте, вот на такой скорости взлетают. Нам вот даже стажер говорит, что он на мопеде столько ехал. 280 километров в час, говорит, на мопеде ехал. А я ему говорю, так ты бы руки по сторонам расставил и взлетел бы. Давай, кидай дальше. А, ну, хорошо. Ты уже думал, все? Ну да, я думал, уже все, хватит. Доказали, что находок немало. Хорошо. Ладно. Опа. О, хорошо. Там что-то хорошее я захватил. Что-то такое немаленькое, нехилое тянется. Вон она. Находка стопудово идет ко мне. Если не сорвалась. Если не сорвалась или не запуталась в этих водорослях. Вы запутываете? Это просто ужас, ребята. Типа, надо вот брать, вот здесь эта плита, вот слушайте. Прямо вот здесь чертова плита. И около нее вот все это падает, отпадывает. Тут вообще грустно. Проще, мне кажется, уже брать вот эти водоросли и перебирать руками. Вот так вот. Ну, по крайней мере, убрать надо их, чтобы они не мешали тут. Вот так вот. И уже можно закидывать поисковый магнит. Почеловечий, так скажем. Оп. И искать вот так. Потому что вот она, видите? Посмотрите, прям по натяжению не обманываю. Вот она. Вот она прям здесь лежит. Тихо, тихо. Походу, держу. Походу, держу, ребята. Походу, я ее держу. На крючке, я бы сказал. Но в данном случае, получается, я ее держу на магните. Да! Я прям как знал. О! Смотри-ка. Что тут написано? А, это, короче, тормозная колодка у Аламоргини. Ламборгини. Сто пудово. Вон. СБК, НА-22Ф. Ну, Н18. Ну, короче, так тормозная колодка от Ламборгини. Сто пудово. Вот. Похожи же, правильно? Угу. Вот. У нас очень много деталей от Ламборгини здесь получается. И это. Еще меня монтажер прерывал. Тут еще вот что написано. Diamond Cup Tourbos. Tourbos. Diamond Cup, это означает бриллиантовый кубок. То есть, если вот переводчик Diamond Cup, это бриллиантовый кубок. Это значит, какой-то турнамент был, соревнование. Турбос. То есть, турбомотор. Как раз, как вот у нас... Ой. Ой. Не провались. Ну. Тут, блин, как на корабле каком-то развалившемся. Вот. Очень круто и интересно. Такс. Вот так вот. Там очень много находа. Я кидаю в одно и то же место, потому что каждый раз сюда бросаю и чувствую зацеп. Сейчас вот я его почувствую. Вот. Вот. Видите, натяжение пошло. Вот натяжение. Сразу же идут пузыри. Это говорит о чем? О том, что стопудово какую-то находку я тяну. И это мне на руку, ребят. Потому что, ну, зачем кидать куда-то еще, если мы, так сказать, нащупали золотую жилу, а? Такс. И сейчас момент X. Не сорвать находку. Во! Во! Это тоже система выхлопа у Ламборгини. Это стопудово она, я тебе говорю. Вау! Видишь, для того, чтобы такой резонирующий звук, такая большая выхлопная система. А у Ламборгини двигатель спереди или сзади? Сзади, нет? Сзади? Тогда зачем такой длинный выхлоп? Ну ладно, это я не инженер. Точнее, я инженер. Но, но, но не этот. Не итальянский. Или где делают Ламборгини? Там бык нарисован. Бык это Испания, там Ториадоры. Не знаю. Ламборгини, Ламборжини. Напишите, короче. Да, напишите, ребят, где Ламборгини делал. Может, Италия, может, может, Испания, фиг его знает. Италия, это Феррари. Стопудово. Вот. Такс. О, хорошо. Такс. Тянем, потянем и что-нибудь да вытянем. Надеюсь. Слушай, опять я захватил лес водорослей. Это, наверное, зря сделал. Хотя нет, я чувствую, что там, там очень интересные такие ощущения. Блин. Когда находка отпадает. Очень интересные ощущения, ребят. Короче, помимо водорослей, вы еще и чувствуете, как бы, когда там находка. То есть, она, как бы, водоросли тяжелые сами по себе. Но вы чувствуете, что где-то в них запутывается что-то. И это легче, таким образом, находку, так скажем, ощущать. Где-то здесь я ее обронил. Это стопудово. Прям вот я чувствовал, что она мне где-то опять у плиты отпала. Вот она. Вроде бы. Да. Да. Вот она. Что это? О-о-о. А, у нас все понятно. Это устанавливается, получается, в лючок. Это заливная горловина в ламборгини. То есть, вот она сюда устанавливается. Здесь кузов в ламборгини. Примерно как-то это вот так вот выглядит. И сюда заливается бензин. Ты уверен вообще? Ну, а это стопудово заливная горловина. Мне вообще кажется, что это не настоящая ламборгини. Не настоящая ламборгини? Ты значок видел? Ну, блин, так только жигули гниет так быстро. Ну, это стопудово не жигули. Не знаю, мне кажется, что это какие-то либо китайские, либо российские детали. Ну, да, так быстро гниют только жигули и китайцы. Ну, типа, сколько он меня пописчик не писал? Три дня? Три дня в воде и машина уже развалилась. На куски и на ржавчину. Либо он узнал об этой истории три дня назад и сразу написал. Ну, может быть, да. А случилось-то это давным-давно. Слушай, а может быть такая история была, что типа он реально приехал на китайской ламборгини. На, получается, ну, на подделке, грубо говоря, да. И деревенские это выяснили, разозлились. Скинули его по кускам. За обман. За обман, да. Кстати говоря, китайские ламборгини не существуют. И вот мой монтажер сейчас вам вставит сюда картинку. Да ты достал уже. Ламборгини, да ламборгини. Ламборги... Ламбор... Ламборжини. Понял? Понял. Ну или не знаю, напишите вы в комментариях, как правильно. Отвлекают меня? Опа. Опа. Вот она. Это по ходу двигателя, ребята. Это... Это... Это стопудово шестнарь от ламборгини. Я прям чувствую его. Там же в 12. Я не понял, тут комментатор еще один появился, что ли, или что? Чтобы картинки не вставлять. Слушай, стопудово. Это шестнарь. По весу чувствую. Так. Так. А почему звук по плитке идет? Ты чувствуешь ногами, нет? Так я утяну. Там плиты-то уходят на... На километры. Ишь, по плитам спускались деревенские. Правильно понимаешь, что застрял магнит? Да, конечно. Как я тебе шестнарь-то вытяну? Надо ближе, говорю. Только без микрофона, пожалуйста. Нет. Не надо. Опа, она. Вот она. На, Вадика, намотана. Хорошо, что я не поменял носки. Монтажер, покажите носки, которые вы мне привезли. Да не на картинке, а в натуре покажи. Что ты, дурак, что ли? Пойной уже. Вот. Новые носки у меня будут. Классно. Душевная магнитная рыбалка у нас сегодня с вами получается. Слушай, ну вообще у нас возник важный вопрос. Шутки, шутки. Во-первых, как нам достать шеста? Потому что магнитом не получится. Хватит. А во-вторых, что нам делать с этими находками? Типа... Ныряйте там с тобой не буду в этих водоросках. Ой, видал, видал, что-то отвалилось. Прям с магнита отпало. Опа-на! Слушай, во! Фара от ламбы. Но это, скорее всего, противотуманка. Не сама фара, там фары-то крутые. А это противотуманные. Но я еще одну находку видел. Нет, я тебе говорю, нырять мы с тобой стопудово за шестарем будем. Как вот в этом видеоролике. За сокровищами же нырнули. Нырнули. Ну там не было таких водорослей. Мы тут запутаемся и умрем. Ах, ты шестарь. За шестарью умереть не жалко. Опа-на! Ты вот отдельно за магнитом... Слышишь, не болтай, давай, смотри. За магнитом нырял, запутался за канат. И чуть не умер. А тут... Так тебя мать не научила, что чуть не считается? Чуть-чуть не считается. Вообще ничего, чуть-чуть не считается. А, это воздухозаборник. Это воздухозаборник от Lamborghini. Вот видишь, у него такая изогнутая форма. Здесь изогнутый. Здесь находился номерной знак. А вот это вот капот. По-моему... По-моему, Lamborghini так и выглядит. На мой взгляд. Не знаю, что ты сомневаешься, что это оригинал. По-моему, это самый настоящий оригинал. Ну, я так по крайней мере считаю. Так. Уже далеко не кидаю, потому что я чувствую, что я вот тут все находки вытянул. И их здесь растерял. Ты видал? Я сразу там по две находки хватаю. Так что, наверное, еще несколько раз кину. Если что-нибудь достану, то уже будем делать какие-то выводы. О-о-о! О-о-о! Монета! Короче. Сто пудово Lamborghini. Номер. Воздушнохоборник. Капот. Значок. И смотри, какая мощная выхлопная система. Вот. Это подсоединяется к шестнарю, который там, получается, находится. Дальше едем. Это вот сюда. Смотри, как родная. Вот здесь вот крепления не хватает. И вот эта заглушка красивая устанавливается вот сюда. Вот это настоящая выхлопная система Lamborghini. Я в этом уверен. Потому что что еще может выглядеть вот таким вот образом? Что ж, мое мнение таково, что здесь реально Lamborghini. Мы ее достали по кускам. Нам предстоит экспедиция. Надо нырять за шестнарем. Я просто так не буду нырять. Почему просто так? За шестнарем. Что, не хочешь? Нет. Если... Шестнарь, шестнадцать тысяч лайков мне. И четыре тебе двадцать тысяч лайков, я с тобой нырну. Ну все, договорились. Набираем двадцать тысяч лайков и тогда ныряем за Lamborghini, ребят. Ну, надеюсь, вам этот видеоролик понравился. Вы посмеялись вместе с нами. Ставьте лайки. Двадцать тысяч лайков ныряем за шестнарем. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. А я вам сегодня в кепке даю. Столько у нас тепло. К тому, посмотрите, я красавчик сегодня. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok